Будем сейчас говорить на очень важную тему. По мне, должен каждый знать, как же отличить инфаркт миокарда от всего другого. И на эту тему будем разговаривать с Анной Черновой, доктор медицинских наук, профессор, КРАСГМУ, руководитель науки и инноваций, ФМБА. Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте начнем с АЗОВ. Что такое инфаркт миокарда? Расскажем. Ну, хочу сказать о том, что инфаркт миокарда это действительно грозное сердечно-сосудистое заболевание и характеризуется оно тем, что отсутствует кровоток в коронарных артериях сердца. И причин достаточно много. То есть первая основная причина это тромбоз коронарной артерии вследствие нестабильной атеросклеротической бляшки. То есть атеросклероз это все-таки основная причина спонтанного инфаркта миокарда. Кроме этого, очень важно, что другими причинами может быть дисбаланс, то есть нарушение соответствия между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой в определенный момент времени. Ну и у молодых очень часто это бывает вазоспазм, то есть спазм коронарных артерий тоже спонтанного характера. То есть, ну и, соответственно, вот этот спектр различных причин дает и разную симптоматику, ну и, соответственно, разные подходы к лечению. То есть вот такой многоликий инфаркт миокарда. А можно как раз про симптомы чуть-чуть подробнее затронем? То есть, вы сказали, бляшка, она вот может как-то... Нестабильная, да, то есть атеросклеротическая бляшка. И, соответственно, туда уже устремляются тромбы и возникает тромбоз. На самом деле симптомы очень патогномоничные. И каждый из наших пациентов должен знать так называемые красные флаги. То есть это типичная загрудинная боль. То есть и очень часто пациенты показывают язык жестов. То есть они прикладывают кулак к груди, показывая, где у них болит. То есть это загрудиной, либо область сердца. Характер боли очень важен. Это сжимающая, давящая, либо жгучая. Боль жгучая несколько реже. Очень характерна и радиация боли, что не характерна для других сердечно-сосудистых заболеваний, либо, например, бронхолегочных заболеваний. И радиация, то есть это распространение боли чаще всего в левую руку, под лопатку, либо нижнюю челюсть. Это очень характерно именно для инфаркта миокарда. Кроме этого, очень важно замечать то, что боль может локализоваться только в месте локализации. То есть болит нижняя челюсть, но мы, естественно, не подозреваем острый инфаркт миокарда. Важным именно для коронарной боли, то есть боли при инфаркте миокарда, является ее провоцирующий характер именно физической нагрузкой. Либо психоэмоциональной нагрузкой. Причем физическая нагрузка должна быть не характерной для больного. То есть это, например, быстрая ходьба, либо бег за опаздывающим автобусом. Либо это какая-то интенсивная работа в зале, либо на даче. То есть вот еще последний рядочек или последнюю грядочку. То есть то, что является интенсивной, длительной, либо очень долгой работой. Психоэмоциональный стресс. Конечно, мы все прекрасно знаем, что на фоне психоэмоционального стресса повышение частоты сердечных сокращений, уровня артериального давления, это тоже является признаком того, что через какое-то время возникнет вот эта типичная ангинозная давящая боль. И вот ранее такую боль называли грудная жаба, то есть анджайна пекторис. Ее очень часто больные показывают. То есть это тоже как раз поддоминичный симптом. И то, что оккупирует, то есть от чего проходит боль. То есть, безусловно, это прекращение физической нагрузки, либо психоэмоционального стресса, либо прием препаратов, которые называются вазодилетаторами. То есть чаще всего это препараты нитроглицерина, либо это спрей. То есть нитроспрей, нитроминт и другие. Вот такие препараты, как валокордин, корвалол, валосердин, они не являются коронарными вазодилетаторами, то есть не расширяют коронарные артерии и являются неэффективными. Поэтому если наши пациенты говорят, мне помог валокордин, то, к сожалению, всего это не коронарогенная боль, а какие-то другие варианты болей. Просто эта голова помогла. Он думал, что это должно помочь, это ему помогло. Это тоже, да. Эффектноцеба никто не отменял, конечно, когда мы успокаиваем. А кто подвержен этому такому страшному инфаркту миокарда? Кто должен? На самом деле вот все те факторы риска, которые касаются сердечно-сосудистых заболеваний, на которые мы должны воздействовать, ну, они относятся в том числе и к инфаркту миокарда. То есть, безусловно, адекватное рациональное питание должно быть у пациентов. То есть эта пища богатая орехи, полиненасыщенные жирные кислоты. То есть вот эта средиземноморская диета, когда есть 5-6 порций овощей и фруктов в день, это очень сложно внедрить, когда это все-таки больше к мясу склонено, особенно в холодной Сибири. Но рациональное питание действительно имеет место быть с точки зрения снижения уровня атеросклероза. Это адекватное лечение гипертензии, то есть высокого уровня артериального давления, особенно когда, если пациенты это не чувствуют. То есть выше 140 на 90 – это уже признаки артериальной гипертензии. Это контроль массы тела, то есть для предотвращения ожирения. Из простого, что мы можем сделать, это ограничение употребления соли, то есть фактически убрать солонку со стола и уменьшить потребление соли до 5 граммов в сутки, то есть не досаливать пищу. Это адекватные физические нагрузки. Сердце очень любит нагрузки, в том числе наши коронарные артерии, для того, чтобы хорошо кровоснабжалось. Если говорить о типе нагрузок, то это аэробные, динамические нагрузки каждый день. Ну их нельзя резко начинать, да, сразу же. Конечно, конечно, умеренные. Вот всегда мы, кардиологи, говорим о том, что они умеренные. Чтобы понять, для кого какая, мы можем использовать тест телефона. То есть если мы во время ходьбы идем и разговариваем по телефону, без одышки, без того, чтобы вздохнуть и начать дальше говорить, это и говорит об умеренности нагрузок. Каждый день не менее 30-ти минутный. Вот есть у нас еще такой признак, типа 10 тысяч шагов. То есть можно это считать. Чаще всего есть пульсометры, либо часы, с помощью которых мы можем как-то отслеживать. Ну и наиболее важный фактор риска любых сердечно-сосудистых заболеваний и, безусловно, инфаркт миокарда – это, конечно же, курение. Причем не только никотин, который обладает постоянным повреждающим действием на эндотелий сосудов, но и все продукты горения, то есть смолы и все, что попадает, и фактически дает вот это постоянное повреждающее действие, ну, хроническое. То есть это вот как руку, да, когда постоянно тереть-тереть. Вот то же самое есть и у сигаретного дыма, и в том числе у никотина. Поэтому нивелирование вот этих факторов риска, которые являются общими для всех сердечно-сосудистых заболеваний, оно будет служить как раз первичной профилактикой и недопущением возможности получить такое сердечно-сосудистое событие, как инфаркт. Ну, давайте быстро расскажем, как действовать при инфаркте миокарда. Если он уже случился. Если пациент чувствует, что у него есть загрудинная боль, да, сжимающего, давящего характера, то первое, что он должен, во-первых, убрать тот провоцирующий фактор, либо психоэмоциональную, либо физическую нагрузку, то есть остановиться, и принять либо таблетку нитроглицерина, которую он в идеале должен иметь с собой, либо лучше всего все-таки иметь спрей, который по дозировкам гораздо больше, я имею в виду по количеству доз, и, соответственно, спрей нитроглицерина. Если мы понимаем, что через 20 минут эта боль не проходит, это вызов скорой медицинской помощи, которая первым шагом снимет электрокардиограмму, где будут типичные признаки или их отсутствие инфаркта миокарда, то есть здесь очень важно очень быстро восстановить кровоток в коронарной артерии. У нас есть три сосудистых центра, это 20-я больница, краевая больница, БСМП, соответственно, чем быстрее пациент приедет на экстренную коронароангиографию, через кожное коронарное вмешательство, где будет поставлен стенд в коронарную артерию, соответственно, кровоток мы восстановим. Это самая активная, самая первая помощь. Поэтому очень важно не тянуть, если вы понимаете, что боль не проходит, причем боль, конечно, может быть волнами, да, чуть утихать, становиться сильнее. Здесь очень важно не затягивать вот этот ангенозный синдром, то есть типичные боли. Спасибо большое. Благодарим Анну Чернову. Напоминаем, это доктор медицинских наук, профессор КРАСГМУ, а также руководитель науки и инноваций ФМБА. Спасибо вам большое. Спасибо. Продолжение следует...